Руки профессионалов всегда ценились высоко, особенно в рабочих профессиях. Доверить важное производство можно только квалифицированным кадрам, поэтому на Нижегородском машиностроительном заводе возродили конкурс работающей молодежи «Золотые руки». Бому предприятию нужны хорошие кадры, а учитывая, что у нас сегодня работает и новый завод, который оснащен по самому последнему слову техники, понятно, что там нужны кадры только очень высокой квалификации. Мы как раз в практике приближаем вот эти все вещи, и это дает возможность совершенствованию и этого, и в то же время ведет к повышению производительности труда на предприятиях. Работа регионального правительства по созданию ресурсных центров, где готовят кадры для нижегородской промышленности, показала свою актуальность и востребованность, поэтому ее планируют продолжить. У нас 23 ресурсных центра, в среднем они выпускают в год около 6 тысяч специалистов разных профессий, и самое главное, что практически все они трудоустраиваются после окончания срока обучения, ну, за исключением тех, кто уходит в армию, вот таких, кто просто так бы никуда не попал, потому что не востребован, нет. Наша задача сейчас нарастить мощность еще где-то до 30 ресурсных центров, в ближайшие 2-3 года мы это сделаем. Кроме того, престиж рабочих профессий повышают еще и приличные зарплаты, даже для молодых сотрудников. Средняя зарплата, с которой ребята уходят вот на такие современные предприятия, как МАШ-завод, там АКБМ, Бревесник, РУС-Полимет, вот такие наши, группа ГАЗ, это от 25 тысяч. В финале областного конкурса приняли участие более 30 молодых рабочих в возрасте от 18 до 30 лет с 25 предприятий Нижегородской области. Выбрал эту профессию, потому что она востребована, была еще в те годы, а не только сейчас. Профессия очень интересна, и мне кажется, молодые специалисты будут работать на нем и будут гордиться тем, что работает на данной отрасли. Есть карьерный рост, в то же время проходят всякие конкурсы, которые повышают твою квалификацию, ну и в общем-то еще от человека зависит, что надо учиться. Заработок, развитие, конечно, карьерный рост присутствует, заработок неплохой сейчас по техническим специальностям. Конкурс действительно делает доброе дело сразу на две стороны. Рабочим дают возможность в соревновании развить свои навыки, а предприятия получают высококвалифицированные кадры.